Здравствуйте, коллеги! Сегодня в Ханты-Мансийске, в центре развития теннисного спорта, состоится международный турнир по жиму лёжа Кубок чемпионов на призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Владимировича Исакова и Алексея Александровича Воробьёва. Событие уникальное, событие инклюзивное. А чем оно уникально, нам расскажут наши гости. Это член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, президент Олимпийского Совета Югры, мастер спорта международного класса России по пауэрлифтингу Эдуард Владимирович Исаков, директор автономного учреждения Югра Мегаспорт, исполнительный директор международного инклюзивного турнира по жиму лёжа Кубок чемпионов Валерий Михайлович Радченко и шведский пауэрлифтер, многократный чемпион мира и чемпион Европы, обладатель 49 рекордов мира и 63 рекордов Европы Эдди Берглунд. Начнем с первого вопроса Эдуарду Владимировичу. Расскажите, пожалуйста, о турнире, о его задачах и сколько он участников принимает в этот раз. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы в шестой раз будем принимать участников международного инклюзивного турнира Кубок чемпионов. Этот проект уникальный. Задача его продемонстрировать равные возможности спортсменов с инвалидностью и здоровых спортсменов. Турнир появился по инициативе губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой в 2013 году. Предшествовала долгая история. К идее реализации этого турнира в 2010 году Наталья Владимировна посетила спартакиаду региональную среди людей с инвалидностью. И открыв эти соревнования, пообщавшись с нашими рекордсменами, с Алексеем Ашапатовым, с Сашей Беловым, сказал, почему бы не разработать, не придумать такой турнир, где бы совместно посоревновались люди с инвалидностью и здоровы. И тогда, посмотрев на Ашапатова Алексея двукратного, на тот момент паралимпийского чемпиона, сказал, вот кто с Алексеем сможет посоревноваться в толкании ядра, или кто с Александром Беловым сможет потягаться в жиме штанги лежа. И вот идея реализовалась. С 2013 года мы проводим этот турнир. С 2018 года этот турнир стал международным. В 2019 году этот турнир включен в единый календарный план всероссийских соревнований Министерства спорта России. Непосредственно отвечая за подготовку и проведение соревнований Департамент по физической культуре и спорта Ханты-Мансийского округа, организаторами являются Югра Мегаспорт и Центр адаптивного спорта. Обращаю внимание, два учреждения, тоже, можно сказать, такое инклюзивное взаимодействие двух учреждений. Одно развивает адаптивный спорт, а другое занимается вовлечением людей в занятия физической культурой и спортом. А участники в этот раз кто? Сколько стран? Знаете, очень серьезно подошли организаторы соревнований к подбору участников. На первоначальной стадии мне показывали кандидатов, которые будут участвовать. Посмотрели рейтинги, всемирные рейтинги спортсменов. Посмотрели протоколы соревнований 2018-2019 года. И были направлены приглашения тем участникам, которые приехали. Приехали сегодня сильнейшие. Приехали спортсмены из восьми стран. Это Казахстан, Венгрия, Нигерия, Египет, Финляндия, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. И хочу сказать, что на этих соревнованиях будет интрига. В прошлом году за первое место боролся шериф Осман, спортсмен из Египта. Ему немного не хватило баллов. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом. И с 2008 года он непобежденный паралимпиец. Выступает в категории до 59 килограмм. И лучший его результат 211 килограмм в жиме штанги лежа. И приехал вот такой прямой конкурент. Здоровый спортсмен Эдди Берглунд из Швеции. Который практически в такой же весовой категории выступает. Он чуть-чуть потяжелее. Весовая категория 66 килограмм. Но лучший результат в жиме 221 килограмм. Соревнования проводятся по формуле Хелеска. И такая демократическая формула. При которой объективно могут почитать результаты. То есть там зависит от веса спортсмена. От поднятого веса штанги. И я думаю будет борьба очень серьезная между этими двумя спортсменами. За первое место на международном турнире. Эдди является 15-ти кратным чемпионом мира. Как вы сказали, он обладатель больше чем 40 рекордов мира. Это уникальный спортсмен. Без какой-либо экипировки. Он поднимает такие очень серьезные веса. Я могу подтвердить. Потому что сам в прошлом два раза мир выиграл. Только два раза. Эдди пришел на спортивный Олимп тогда, когда я уже ушел из спорта. Поэтому мы до сегодняшнего дня с ним не были знакомы. Но сегодня будет время познакомиться. И обсудить его секреты подготовки. Результаты действительно уникальны. Спасибо. Валерий Михайлович, расскажите о подготовке, которая предшествовала турниру. Я хотел бы сказать, наверное, не высокопарными словами, но тем не менее, что Хатамасийский округ является столицей паралимпийского движения. И благодаря Наталье Владимировне Комаровой и Эдуарту Владимировичу здесь проводятся турниры больше, чем в любом другом субъекте Российской Федерации. Это можно вспомнить проведенные в 2015 году с Олимпийской игрой. Это и турнир по слэш-хоккею, который был организован непосредственно при участии Эдуарда Владимировича. И масса-масса турниров, которые мы проводим в течение года. То, что касается данного турнира, то, еще раз скажу, что он проводится с 2013 года, поэтому нам, в принципе, все понятно. Единственное, что было согласование, которое проводилось, в том числе и Центр адаптивного спорта, непосредственно ввел приглашение. Мы этими вопросами не занимались. Это занимался Центр адаптивного спорта, а мы занимались непосредственно подготовкой к соревнованиям. В принципе, все готово. Никаких каких-то сложностей вряд ли может быть, учитывая опыт проведения данных соревнований. Не только данных, но вообще соревнований на территории округа. Сейчас хочу сказать, что еще идет Чемпионат России по водному полу. Сейчас идет вкатывание иностранных сборных команд. То есть масса-масса спортивных мероприятий, которые проводятся в данные дни. Но, тем не менее, я хотел бы всех пригласить жителей сегодня в Центр развития адаптивного спорта посетить этот турнир, потому что он является действительно уникальным, где стираются границы лиц здоровых людей и лиц с ограниченными возможностями. Я думаю, что это очень интересно и этот турнир на самом деле уникальный, поэтому его нужно увидеть своими глазами, поэтому приходите. Вход бесплатный. Эдик, какая предшествовала подготовка турниру? Ведь у него такие особенности. И что вас вдохновляет на рекорды? Это не обычный турнир для вас, это очень специально. Как вы тренили за это, и что вы довели вас активен за тренировку? Я тренирусь вот так, с ногами, и я делаю это все время, потому что я чувствую, что я буду больше, когда я делаю это. Я делаю это два года, и я расширил мою бенчу с 30 кг. И я делаю это все время, и я делаю это все время. Но давайте посмотрим, как это происходит на соревнованиях. На самом деле разница между классическим пауэрлифтингом и пауэрлифтингом, который мы увидим здесь сейчас, в том, что в классическом ноги опущены на землю, а здесь ноги находятся на скамье. И я таким образом тренировался, чтобы повысить мои результаты в классическом пауэрлифтинге, потому что такой способ тренировки повышает мои результаты. Я занимался таким образом с ногами на скамье в течение двух лет и смог увеличить свой результат в классическом пауэрлифтинге на 30 кг. Поэтому для меня вот этот вид жима не уникальный. И, наверное, вот то, что это позволяет мне улучшать мои результаты, в том числе и в классическом пауэрлифтинге, это меня и мотивирует заниматься таким образом, тренироваться. — Екатерина Лосецкая, вопрос к Эдди. Шериф Осман в прошлый раз, он трехкратный паралимпийский чемпион, и он немножко не дотянул до победы. И когда он узнал, что он чуть-чуть совсем проиграл по формуле здоровому атлету, он очень просился на еще одну попытку. И когда ему отказали, он сказал, «Хорошо, я ровно через год приеду в Ханты-Мансийск, я буду готовиться, обязательно выиграю». Ожидаете ли вы встречи с таким титулованным спортсменом из мира паралимпийского спорта? — Итак, ваша главная паралимпия в этом турнире — Шериф Осман из Египта, который тоже был победителем лет назад, и он требовал немного больше, чтобы победить. Он получил вторую место, и сейчас он очень уверен, чтобы победить. Как вы чувствуете, как вы чувствуете, и какие вы ожидания на этом турнире? — Это трудно сказать, потому что я никогда не делал это, и я никогда не делал максимальный стиль на этот стиль. Потому что это новый бенч, и я делал почти такой стиль на нормальный бенч. Но я думаю, что это будет очень трудно победить. Это трудно победить, но я успешно победил, и я успешно победил. Сложно сказать, потому что я никогда не соревновался в таком виде пауэрлифтинга до этого. Тренировался, да, но именно соревнований не было. И не пробовала делать максимальное количество попыток именно в таких условиях. Но, тем не менее, конечно, в предвкушении я этого соревнования. Мне даже самому интересно, потому что обычно, вот в обычных своих соревнованиях, я на 30-50 килограммов где-то опережаю соперников, выигрываю с большим преимуществом. А здесь, не знаю, придется, видимо, побороться за первое место, может быть, за второе, может быть, не получится завоевать первое. Эдуард Владимирович, за шесть лет как-то менялись правила турнира? Правила не менялись. Изначально, когда мы продумывали концепцию этого турнира, мы понимали, кто будет соревноваться – паралимпийцы и здоровые спортсмены. И если применять правила здоровых спортсменов, то по ним не смогут выступать паралимпийцы. Поэтому было принято решение по правилам паралимпийского пурлиптинга проводить этот турнир. И, как сказал Эдди, в своих тренировках часто спортсмены, здоровые спортсмены применяют такую технику, кладут ноги на скамью жимовую. У нас в России это называется армейский жим. И тренируются таким образом, убрав опору, и тем самым усложнив себе задачу, нагрузить плечевой корпус и большую нагрузку сделать на руку, на грудь, на спину, убрав таким образом, практически исключить из этой работы ноги. Я сам также тренировался. У меня в свое время, в 2000-м году, произошел спор, который я как раз вспомнил, когда мы реализовали турнир. То есть, проходил чемпионат мира по паралимпийскому пауэрлифтингу в 2000-м году. Я приехал в качестве тренера на этот турнир со своей ученицей Сергеем Коволинга. У меня спортсменка выступила, четвертое место тогда заняла. Я, так как был действующий спортсмен, пришел в разминочный зал, когда разминались спортсмены тяжелой и супертяжелой весовой категории. И лег на лавку и начал поднимать штангу. И смотрю, заполошились тренеры, спортсмены, начали обсуждать, что за спортсмен жмет. И когда подошел русский переводчик, он сказал, что спортсмены запереживали, подумали, что вы спортсмен-паралимпиец. И они увидели, с каким весом я разминался. И после соревнований на банкете спортсмен из Кувейта подошел, подарил мне из Кувейта небольшой презент. И спортсмен с Ирана также подошел, тоже подарил подарок. Сказали, вы очень хороший тренер, такие веса поднимаете. И я уже тогда начал думать, неплохо было бы реализовать такую идею о проведении турнира. Но о ней я забыл и вспомнил только уже спустя 13 лет. И сегодня все будете свидетелям, какой-то турнир стал. Хочу также добавить, что этот турнир вошел в тройку лучших мероприятий, инновационных соревнований в рамках всероссийского конкурса события года 2019. Этот этап был на региональном уровне, и в ближайшее время это будет уже всероссийский этап. Я очень надеюсь, что этот турнир заслужит особого внимания. На самом деле, подобных турниров нет ни в России, ни в мире. И как Рэдди сказал, что он сам будет первый раз выступать. Это действительно интересно. Паралимпийцы, видя на паралимпийцев, видя на их достижения спортивные, ни у кого язык не повернется сказать, что они люди с инвалидностью. И если поставить в такие же равные условия здорового спортсмена, то далеко не всегда будет возможность этого паралимпийца выиграть. И тому свидетельство результаты пяти предыдущих кубков чемпионов. То есть на трех кубках выиграли паралимпийцы. Это два раза выигрывал Серега Сычев. Один раз Владимир Болынец. Это ребята-призеры паралимпийских игр. И два раза выиграли здоровые спортсмены. Вот сегодня будет интрига. Или будет 3-3, или будет 4-2. Поэтому приходите, болеть. Но и хочу добавить, что на этом турнире будут выступать уже второй год подряд первые женщины. Тоже приехал сильнейший состав женщин. Очень серьезный. В прошлом году абсолютно первенство завоевало спортсменка из Египта. Она в одной команде с Османом Шерифом это Рихаб Ахмед. И сегодня она тоже будет бороться с такими же спортсменами. То есть как сильнейший состав у мужчин, такой же сильный состав у женщин. Поэтому она должна подтвердить звание сильнейшее на наших соревнованиях. Но Осман Шериф должен свою мечту осуществить. Увести кубок с собой в Египет. Как интересно такие международные титулы. Вы не забывайте мы проводим соревнования когда международный паралимпийский комитет вообще закрыл двери для выступления наших спортсменов на международных соревнованиях на паралимпийских играх. И когда мы в прошлом году проводили чемпионат наш это для всех произвел фурор. сегодня международный паралимпийский комитет опять открыл двери для сборной команды России. В настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах стартует чемпионат мира по легкой атлетике и трое наших спортсменов из игры будут принимать участие в нем. И мы надеемся что эти соревнования позволят открыть границы и международный паралимпийский комитет увидят что в России за чистый спорт за открытый спорт за доступный спорт и за инклюзивный спорт не в югре такие соревнования таким соревнованиям предшествовала очень большая работа как сказал Валерий Михайлович созданная комплексная система по привлечению людей с инвалидностью в занятии физической культуры спорта и в каждом населенном пункте есть инстуктора есть тренеры по адаптивному спорту где все физкультурно-оздоровительные услуги предоставляются в муниципальных учреждениях бесплатно я хочу сказать со всей ответственностью с учетом моего опыта поездок по регионам России за последний год я осуществил поездки в 31 регион ничего подобного в регионах нету где-то услуги платные оказываются где-то услуги вообще не оказываются мы проехав по муниципальным образованиям Югры посетив спортивные объекты можем часто увидеть совместные тренировки людей с инвалидностью и людей здоровых мы практически самые первые кто проводим сдачу нормативов ГТО среди людей с инвалидностью инклюзивные тренировки это сегодня норма это что и на объектах Югры Мегаспорт что на объектах муниципальных образований Югры это на наш взгляд такое эффективное взаимодействие эффективная работа то есть мы охватываем практически все население которое хочет и желает заниматься физкультурой спортом и в отличие от многих регионов я уверен что мы даже не дожидаясь 2024 года выполним показатели федерального проекта спорт нормы жизни и достигнем цифры 55% по вовлеченности сегодня работа активная идет и по привлечению людей пожилого возраста физкультурно-здоровительные мероприятия мы всего хорошо поработали за последние 10 лет по вовлечению молодежи людей среднего возраста и сейчас вот такая серьезная задача вовлечь людей уже предпенсионного пенсионного возраста в занятия физкультурой спортом для этого создаются все условия воздвигаются спортивные сооружения строятся спортивные площадки в рамках программы спорт нормы жизни в рамках программы формирования комфортной городской среды со всеми главами муниципальных образований достигнуто полное понимание в том что это необходимо для того что тоже вносит вклад в развитие человека человеческого потенциала спасибо добавить хотел бы еще я хотел бы сказать что только за последние нарягоды мы начали программу это лыжи мечты которые начинали с 6 ребятишек а сейчас более 50 был приобретен и подъемник и оборудование снегоход и установлена канатная дорога специально специально делается склон который не должен превышать 12 градусов и в том числе тренировки проводятся и со здоровыми детьми это ролики мечты которые в летнее время с детьми занимаются в центре зимних видов спорта в том числе выделены на помещения трибуны раздевалки проезд машин специально детей которые ограничены возможности по передвижению и по здоровью это и мероприятие которое появится в бассейне это все мероприятие которое проводим и совместно с центром адаптивного спорта это и плавательном бассейне мама плюс ребенок наши сани едут сами то есть это уникальные проекты на самом деле и мустанги я видел что и средства массовой информации было представлено возможно журналистам попробовать себя в роли слэш-хоккеиста Валерий Михайлович скромно умолчал эти все услуги предоставляются бесплатно то есть я осуществляю поездки по регионам видел схожие проекты но хочу сказать что одно занятие например в рамках программы лыжи мечты или ролики мечты стоит от 2000 и выше то есть если в месяц заниматься например 12 раз в месяц это 3 раза в неделю вот посчитайте 2000 умножьте на 12 это затраты родителей деток с расстройством аутического спектра то есть у нас все затраты ложатся на плечи Югра Мегаспорт центра адаптивного спорта помимо учреждений Югра Мегаспорт вот эти же проекты реализуются в 8 муниципальных образований очень активно а за все 6 лет какое главное достижение проекта международного турнира инклюзивного это стирание границ это сплочение людей вы придете посмотреть турниры это праздник силы это торжество духа это ломка всех стереотипов то есть жители Ханты-Мансийска имеют уникальную возможность посмотреть как на равных будут соревноваться паралимпийцы и здоровые атленты это самое главное такой пример очень важен для деток с инвалидностью для деток здоровых и в свое время когда я был спортсменом для меня большим примером были ребята которые достигали высот спортивного мастерства это как паралимпийцы так и здоровый спортсмен и в свое время я там перечитывал несколько раз книгу Дикуля когда он там получил травму спины восстановился и потом еще достаточно долгое время там силовые рекорды показывал позже когда будучи уже чемпионом Европы мира я с ним познакомился у меня была с ним совместная тренировка тоже где-то 2000 год я восхищался его силой дух сегодня для жителей игры возможность познакомиться пообщаться с легендами пауэрлифтинга и несмотря на свой юный возраст Эдди реально является легендой у него столько рекордов сколько ни у кого нет он сильно вдохновляет и молодец что приехал в наш солнечный город Ханты-Мансейск погода какая в Швеции уезжал теплее гораздо шапка не нужна ничего не замерзнет но тут холоднее видимо зимой у нас так зимой через два дня я посмотрел прогноз погоды минус пятнадцать был Эдди уже уедет не успеет застать нашу золотую осень мне кажется холод помогает расслабляться или напрягаться Валерий Михайлович для восстановления у нас вот про условия для спортсменов мы уже услышали а условия для зрителей ведь наверное вдохновиться на такой турнир ходят и зрители с инвалидностью вот как-то специально готовитесь к этому либо все уже есть все уже предусмотрено я хотел бы сказать во-первых что и обратить внимание и Дуэрд Ночаров утвердит что в Ханты-Мансийске в округе дети с инвалидностью не стесняются друг друга вот поверьте что я родом в Зберянской области и иногда там вообще этими занимаются я не хочу никого обидеть но у нас когда проводим какие-то мероприятия всегда все вместе вот правда здесь есть объединение поэтому то что касается условий то даже вот крайний приезд министра спорта Пан Анатольевича Колобкова он сказал что такого как в Югре он не видел нигде не включая гостиницы и включая спортивные объекты оборудованы доступная среда нет ни в одном регионе это и тактильные схемы это и таблички Брайля там и все что положено то есть уделяется максимальное внимание я хочу сказать что мы закончили практическое оборудование мы сейчас установили даже лифты для спуска детей с инвалидностью в бассейн то есть у нас сейчас платформы есть у нас сейчас хоккеисты сэнш-хоккеисты создана с того года команда детская сэнш-хоккейная которая тренируется у нас в Дворце у них даже лифт есть подниматься в тренажерный зал поэтому все установлено и таких условий я думаю что вообще ни денег не отразить которые он сказал что он не реальный просто даже если уже так не скромно если даже будут деньги то надо думать куда их уже вложить потому что реально все спортивные объекты то что касается мегаспорт они оборудованы в полном объеме и поэтому все входные группы пандусы лифты все-все-все есть поэтому все оборудованы поэтому я думаю что сегодня мы увидим и в том числе большинство спидных центров активного спорта которые будут поддержать спортсменов сохранеченные возможности посмотреть такой турнир известно что Швеция даже среди мира среди Европы является первой страной которая ввела инклюзию в 60-х годах именно там был создан слэш-хоккей в 70-х уже начались соревнования в 70-х годах создавались первые в школах инклюзивные классы в детских садах то есть это была первая страна в 72-м году которая создала то что сейчас мы пытаемся внедрить то есть она шла впереди и насколько вот он будучи здоровым может сказать о доступности вот той среды которая создается для людей с инвалидностью и возможно пересекались ли я не говорю не о совместных тренировках а на сборах с людьми инвалидности насколько там оборудованы спортивные сооружения вы коммуникаете и социализируете это 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 первая пара 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 бен спресс тренингамп в Эскестуна, в Свеции. И это первый раз они сделали это. Они сделали это несколько лет назад, но они не сделали это за много лет. И сейчас они сделали это первый раз этот год. И следующий раз они сделали первые пара-атлети. Они сказали, что они будут идти, потому что их бюджет будет лучше, потому что они уже не найдут какие-то атлети. И они будут идти к стране для тренингамп, чтобы позволить пара-атлети быть видны. И они были тренинг вместе? Или они были тренинг вместе? Я не знаю так много атлетов, где я живу, но я тренирую с ними, если я могу. Но, возможно, русские и Свеции могут сделать первый тренинг кемп. В частности, за месяц до этого события были проведены первые сборы тренировочные для пары спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом. То есть до этого когда-то в истории это было уже, но после этого была небольшая пауза. И вот впервые мы провели в этом году такие сборы. И через год нас ждут первые соревнования для пара-атлетов, занимающихся пауэрлифтингом. Возможно, если обратиться в мою федерацию, может быть, получится даже провести какие-то совместные сборы для российских пара спортсменов и шведских. Может быть, какие-то совместные тренировочные сборы были бы возможны.